Привет! С вами онлайн-Диджей Академия. Итак, ты установил рекордбокс, создал плейлисты, подключил свой контроллер и проверил органы управления на нем. Теперь загружаем на каждую деку по треку. Перед тем, как свести треки между собой, мы должны проверить... Первое, это кроссфейдер. Он должен быть установлен на среднем значении. На клубном микшере он отключается переключением в положении True. Об этом мы говорили во втором блоке. Начинается ли трек сначала, с первого удара первого квадрата? Чтобы это проверить, нажимаем кнопку Q. Удар должен произойти моментально. Показываю. Сейчас для демонстрации, чтобы вы слышали, я показываю вам это на мастере с поднятым фейдером на канале. Эту проверку мы должны осуществлять наушников, нажав кнопку предпрослушки второго канала с опущенным фейдером. В идеале, эту проверку ты должен осуществить на этапе подготовки плейлистов. Но если у тебя все-таки точка Q стоит неправильно, например, начинается с эффекта вступления, вокала, трек обрезан или нам надо сократить интро и поставить точку на начало следующего квадрата, то мы можем выставить точку Q на первый удар нужного нам квадрата вручную. Для этого прокручиваем джок до нужного места в треке и, не отпуская его, нажимаем Q. После того, как у нас уже выставлена точка, мы должны подстроить громкость сводимого трека с треком, который сейчас играет на мастере, на танцполе. Для этого запускаем трек, зажимаем кнопку SHIFT и прокручиваем джоком до самого громкого места в треке, до дропа. Далее визуально по индикаторам на микшере определяем уровень громкости. С помощью регулятора Trim регулируем уровень громкости сводимого трека и делаем их одинаковыми. Следующим этапом мы выставляем скорость трека. Наша задача при помощи питча подстроить скорость сводимого трека под скорость трека на мастере. Скорость трека на мастере в данный момент 125, скорость сводимого трека 126. Двигая питч в нужную сторону, мы вставляем нужную нам скорость. Наша задача, чтобы при сведении не звучала пустая бочка, то есть интро или аутро в чистом виде. Треки должны перетекать друг к другу плавно, чтобы не снижать динамику на танцполе. В зависимости от аутро играющего трека и от интро сводимого трека, мы должны выбрать момент для его запуска. Чтобы избежать пустой бочки, очень важно знать свои треки. Визуализация дорожки подсказывает нам структуру трека. Вот здесь, на деке А, синим обозначены пустые листа в треке. Это первый квадрат интро и последний аутро. На примере этих треков я покажу два варианта для выбора момента для сведения. Сводить можно только в начале нового квадрата. Первый вариант мы запускаем трек после второго разгона, на втором дропе. Здесь я знаю, что у сводимого трека интро состоит из двух квадратов. А второй дроп играющего трека также состоит из двух квадратов. В момент, когда у сводимого трека начнется яма, в играющем треке начнется аутро, которое мы уже не будем слышать. После запуска сводимого трека мы должны подстроить его под бит играющего трека на мастере. Эта корректировка производится с помощью джога. Мы крутим его вперед или назад до тех пор, пока бит сводимого трека идеально не совпадает с битом трека на мастере. Важно прикасаться к джогу сбоку, иначе при задевании верхней поверхности джога сработает функция имитации винила. Трек запнется и сильно разменится с треком. Второй вариант более плавное сведение. Мы запускаем трек на втором квадрате второго дропа. В момент, когда первая часть аутро заканчивается у играющего трека, с вадимом треке начнется яма. Корректируем джогом. Перейду к работе с эквалайзером. Это важная часть сведения. Частоты сводимых треков не должны перегружать акустику и выбиваться из общей громкости микса. Дело в том, что инструменты, звучащие в треках, накладываясь друг на друга, звучат громче, и звук получается грязным, даже несмотря на то, что бит треков совпадает. Чтобы этого избежать, мы с помощью эквалайзера приглушаем частоты. Низкие до конца, а средние и верхние на 10-11 часов. По слуху, запомни это положение частот. В таком положении мы должны поднять фейдер плавно, либо резко, с началом нового квадрата. Продемонстрируем два стандартных варианта сиденья этих треков. Вот так вы будете слышать сиденья в наушниках. Запускаем трек вместе со вторым дропом трека на деке А. Выравниваем трек и срезаем частоты. В этом положении мы поднимаем фейдер, либо плавно за один квадрат до ямы, либо резко с новым квадратом. Вот так трек уже звучит на майнтере. Можно снять наушники и слушать звук через монитор. Дальше мы одновременно убавляем частоты трек, которые играют на майнтере, и прибавляем частоты на свадимом. В момент начала нового квадрата, в этом варианте сиденья, мы прибавляем бас на свадимом и убираем фейдер на предыдущем треке. Во втором варианте мы запускаем трек на втором квадрате второго дропа. В времени на корректировку трека всего четыре такта или полквадрата. После четвертого такта с заранее срезанными частотами мы должны плавно фейдером вывести трек. Сначала нового квадрата мы поменяем бочки между собой. А в течение следующего квадрата мы плавно заменяем верхние и средние частоты. И перед ямой нового трека убираем полностью фейдер. Очень важно! Верхние и средние частоты мы можем убавлять и прибавлять как плавно, так и резко с новым квадратом. По ощущениям. Низкие частоты мы можем изменить только резко и только с новым квадратом. Теперь я продемонстрирую то же самое только с наушниками. Запускаю трек на втором дропе. Выравниваю трек. И срезаю частоты. С новым квадратом резко поднимаю фейдер. Здесь уже можно снять наушники и дальше я одновременно убавляю частоты трека, которые играют на мастере и прибавляю на свадимом. В момент начала нового квадрата я прибавляю бас на свадимом и полностью убираю фейдер на первом канале. Во втором варианте я запускаю трек на втором квадрате второго дропа. Корректирую трек в наушниках. Корректировать его мы можем на протяжении всего трека. Срезаю частоты и плавно за пол квадрата фейдером вывожу трек. Сначала нового квадрата мы меняем бочки между собой. В течение следующего квадрата я плавно заменяю верхние и средние частоты. И перед ямой нового трека убираю трек полностью. Для сведения следующего трека делаем то же самое, но уже на деке А и так далее. В зависимости от стиля и структуры трека существуют разные способы сведения. Я показала только стандартные. Осваивая стандартное сведение, со временем ты сможешь довести его до автоматизма и потом уже импровизировать и добавлять свои фишки. Продолжение следует...